Всем огромнейший привет! С вами Натали, я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я предлагаю вам, и в сегодняшнем видео я предлагаю вам провести ревизию моих процессов, которые числятся у меня на январь 2020 года. И давайте же приступим. И да, оговорюсь, разочарую сразу любителей наглаженных тряпочек, так как я абсолютно не вижу смысла наглаживать все-все свои процессы, потому как лежат они у меня по коробкам, по косметичкам, и два переезда на них тоже сказались, поэтому как есть, так есть, девчонки. Итак, давайте же приступим. И первым в моем списке под руку попадается мне вот этот велосипед. Это набор от Dimensions, обычная коллекция, вот он называется Парижский велосипед, вышивается на 14 каунте, размер работы 28х36, прекраснейшая работа, такая летне-весеннее, да, и вот уже сколько у меня вышито, можете сравнить, то есть, грубо говоря, осталось самое вкусное, добраться до букета, ну и до вышивать велосипед, надписи, вот эти вот все, это здесь идет все полукрестом, так что по сути крестом вышивается только велосипед и букетик. Очень красивая работа, вышивается на таком красивом, нежном, может, вот так вам передастся лучше, таком нежно-зеленом, нет, сильно засвечивает оттенки канвы, ничего не меняла, на ней же и вышиваю, я, наверное, не сказала, здесь вот 14 каунт. В этом году планирую ее, ну, или продвинуть, или закончить, конечно, планирую закончить, а там как уже дело пойдет. Следующая моя работа, мой процесс, это многострадальный маньяк, ой, их даже вырезать не буду, многострадальный маньяк от Марии Бравко, я сейчас ставлю картинку, как должен будет выглядеть дизайн в итоговом виде, и начинала я его уже миллион раз рассказывала на желание, года уже так два назад, и с обратной, я начинала его по лунному календарю, как вот девочки рассказывают, как положено, да, и сзади у меня до сих пор сохранилось еще водорастворимым маркером, у меня написано желание. И вы знаете, не так давно мы с подружкой разговаривали, вернее, как, я так задумалась, там перебирала в голове свои процессы, и я поняла, что желание таким мое сбылось, ну как, оно-то сбылось, но я вот только сейчас, прокручивая всю ту надпись, которую я писала наизнанке, я поняла, что, ну вот, сбылось практически точь-в-точь. Вы знаете, у меня даже мурашки по коже потом пробежали, когда до меня это дошло, когда я это осознала. Вы можете спросить, да, что ж такого там прямо все совпало. Да, практически все. Я писала, я писала вот как учат прямо все детально, подробно, в настоящем времени, и совпало все. И сумма, ну, естественно, это было желание купить свое жилье, свой дом, и совпало все. И сумма ровно до нолика, за которую мы купили, и количество комнат, и, ну, я писала название комнатам, гостиная, кухня, детская, зал, спальня. Совпал даже, я писала, что хочу дом из красного кирпича. И мы когда купили этот дом, да, он и сейчас пока, в принципе, он, ну, как раньше, он же достаточно такой немолодой, так скажем, но как раньше было, да, и сейчас. Пожилые люди, они же белят, да, дома, хоть кирпичный, хоть соломенный, ну, хоть глиняный, они их белят. Так вот, он побеленный. Ну, и мы потихонечку все равно оббиваем это все, потому как мы потом будем делать на него шубку, такой утеплитель. В общем, мне суть важная, я к тому, что я не знала, с какого кирпича сделан этот дом, вернее, я не знала цвет. И когда муж начал оббивать эту звездку, я поняла, что дом-то из красного кирпича, вы представляете? Поэтому я вообще уже, если честно, ну, вот в конце прошлого года, вроде бы как окончательно решила, что я не буду его уже вышивать. То есть, перегорела, не хочу, не буду, и все, порвалось, нитки разложить, но как-то у меня рука не... Ну, вот не поднималась рука, и вот только потом, когда я, подводя, грубо говоря, знаете, итоги, сидела, размышляла за чашечкой кофе, я поняла, что нет, таки нужно ему дать дань, да, отшить его, потому как, ну, он мне помог. Конечно, это был труд наш, да, мы зарабатывали, мы не спали ночами, грузили вагоны, ну, я утрирую, но сам факт, естественно, нам с неба эти деньги не упали на жилье, но насколько вот все точно сбылось, то есть какая-то все равно участь, да, я этим маяком сделала посыл, поэтому мой посыл исполнен, был услышан, исполнен, и теперь я считаю своим долгом вышить эту работу, вот, поэтому маяку быть, не буду ничего говорить, когда, что, потихонечку, он очень яркий, сочный, я думаю, вот так вот летом его вешать, было бы самое то, тем более он вроде как и не особо и большой, тут вы можете видеть, видите, фон вышивается, ну, много очень полукреста, вот, поэтому потихонечку, помаленечку, все-таки я его довышиваю, наверное, это самый такой долгий рассказ именно об этом процессе, но не могла не уделить ему внимания. И следующая моя многострадальная работа, не поверите, от того же автора, авторская схема от Марии Бравко, на пороге зимы, если мне не изменяет память, она называется, давайте я, может, приближу немножечко, вот так, на пороге зимы, и тоже я еще и в прошлом году, по-моему, я снимала о процессах, и так у меня вообще, я вообще не двигала этот процесс, нисколечко, я напомню, сейчас вставлю картинку, как это должна работа выглядеть, и как вы можете видеть, мне остался фонарь, но там, ну, не знаю, смерть и убийство, ну, никак у меня руки не доходят, хотя надо, я возьму себя в руки, и, может, включусь в какую-нибудь игру, в какой-нибудь совместный отшив, ну, в плане игру по крестикам, и довышивать нужно, ну, потому что это уже даже стыдно, позорно, больше, ну, хотя, во всяком случае, половина у меня точно готова этой работы, вот, за что я, видите, не особо дружу с авторскими схемами, здесь, конечно, и бленды, и бэкстичи в разные, ой, это просто мрак, но, конечно, смотрите, да, результат шикарный, что у листика видно, что это завернуто наверх, в общем, ну, прекраснейшая работа, но нужно будет постараться, поэтому, да, вот такой вот у меня еще есть, вот это, ну, реальный долгострой, наверное, да, вот, идем дальше, еще один мой многострадальный начатыш, шикарнейший букет сирени от парижских вышивальщиц, я вам сейчас ставлю картинку, у меня нет, к сожалению, распечатанной превьюшки, как должно выглядеть, это была вышивка на фартуке, ну, в дизайнерском варианте, я же выбрала укромерку под цвет сырого льна, и в прошлом году, как вы можете помнить, по моим рукодельным влогам, я немножечко-таки продвинула эту работу, у меня была вышита на тот момент только чашка и вот этот кувшинчик, вот это я уже вышивала прошлой, по-моему, весной, ну, вот, опять-таки, у меня загвоздка в том, что большой разброс крестиков, не знаю, может быть, просто было нежелание ее тогда вышивать, работа очень красивая, здесь будут, как вы могли видеть, ножнички, наперсточек, то есть она очень уютная, такая вот, тем более чашки я обожаю, это моя тема, и вот чашечка красивая, с шикарнейшей розой, ну, вот, видите, вот как застопорилась уже два года, и никак я не сдвинусь, ну, как сдвигаюсь, да, но до финиша еще очень далеко, тут, наверное, еще и половины работы нет, и я, наверное, точно так же ее возьму в какую-нибудь игру вместе со своими тыквами, чтобы, ну, тыквы точно в этом году я хочу закончить, а вот с этой уже как получишь, так, еще один, мой начатыш, мой процесс, ну, начатышем, наверное, уже сложно, да, назвать, это мой процесс, я думаю, все знают, что это за дизайн, кто автор, кто не знает, сейчас я вам покажу, превьюшку вставлять не буду, покажу вот так вот схему, если бы это еще было так легко, да, вот так, смотрите, Home Sweet Home, это всеми любимая, любимая Вероника Жанже, и вот такая вот будет милота, такой милый сэмплер, и вот что у меня отшито на данный момент, очень люблю, нежно люблю эту работу, и я ее начинала вышивать в СП Катерина Стич на YouTube-канале, так она зовется, Катюша, вам привет, если вы смотрите, и у нее была СП деревня, и так как здесь и зайчики, и гусь, то есть и домик, и всякие там улики, она идеально подходила под это СП, но, увы, тогда у нас как раз намечалась сделка по покупке жилья, переезд, сдача съемного жилья, ремонт в новом жилье, ну, в общем, так я, у меня все это было сложено в коробках несколько месяцев, и я больше к ней не приступала, поэтому в этом году обязательно я довышиваю, скорее всего, я даже возьму в ближайшее время этот процесс, и буду потихонечку, так как вы можете видеть, видите, здесь, конечно, мучаюсь я все время с закрепками, потому как, смотрите, вот, ну, тут еще ничего, а вот, где-то у меня тут был, ну, в общем, они все, в общем, они все такие, видите, вот, ну, вот тут, вот сколько их тут, раз, 4-5-6 крестиков, да, и вот один здесь, и здесь там 6 крестиков, то есть, ну, по 6, ну, в принципе, неплохо, и удобно, что за обед можно там вышить, да, какой-то элемент, например, ту же редиску, или ту же пчелку, вот, в ближайшее время, ждите в моих рукодельных влогах, появится этот процесс, это 100%, следующий мой активно на данный момент продвигающийся процесс, это всем известная Holiday Village от Dimensions, и я ее, ну, нежно, безумно люблю, слишком долго она у меня пылилась на станке, начала я ее еще 2 года назад, в ноябре 2018 года, да, уже в этом году, в ноябре ей будет 2 года, но я очень надеюсь, что я закончу ее в этом году, и приложу для этого все силы, и скорее всего, я сначала думала, уже во влогах я рассказывала, что буду, наверное, повышеваю январь, и уберу, но нет, подумалось мне, что, скорее всего, я буду вышивать ее, вышивать, вышивать, чтобы потом, мне в ноябре, в сентябре, в октябре, в ноябре, когда захочется уже начать, там, может, себе сапог, или какие-то игрушки новогодние, ну, чтобы потом не гнать картину, и опять не откладывать ее, мне уже хочется, чтобы она, перед новым 2020 годом, она висела, и у меня уже и была оформлена, поэтому у меня вот такой вот план, это голд-коллекция, не скажу, что сложно, я уже про елку, мне кажется, всем сказано, всеми сказано и пересказано, елка трудоемкая, не сложная, но трудоемкая, потому что, да потому что, много цветов, много смены нити, одиночки, крестики, полукрестики, в общем, ну, как в любом голде от Дима, дальше же все, тут полукрест будет, здесь будет церковь, я думаю, все знают, все видели, поэтому нет смысла даже, о ней что-то новое, в принципе, уже, наверное, ничего нового о ней и не расскажешь, да, и еще один есть у меня процесс, это уже из свеженьких, вы вот это продвижение еще не видели, я только-только начала снимать рукодельный влог, но по спойлерю уже здесь, что поделаешь, это мои хранители дома, я вам сейчас покажу картинку, всем известен этот дизайн, это бутсила, сам дизайн 96-го года, и вот так вот будет выглядеть, это готовая работа, очень красивая, я уже показывала ее, рассказывала в рукодельном влоге, ну, более подробно, поэтому не вижу смысла останавливаться, кому нужно, проходите, смотрите, мой рукодельный влог, там с самого начала, поэтому не пропустите, но работа, конечно, шикарная, и я, конечно, думала, что она будет вышиваться гораздо легче, да, так вроде бы смотришь, и кажется, ну, вот, весь зашивается, да, ну, вот, пятно, крылья там, а нет, ну, да, оно здесь вот пятнышками, но вот эти вот все детали, там сильное месиво, значков, я вот могу вам даже наглядно показать, видите, очень много значков, и много бэкстича, и повторюсь еще раз, он цветной, и благо он хотя бы счетный, но он цветастый, он в разное сложение нитей, поэтому, ну, не так легко, и быстро она у меня идет, как бы мне хотелось, но я никуда не тороплюсь, и очень надеюсь, и постараюсь закончить ее до Рождества, 2021 года, мне уже хочется, чтобы перед Рождеством, ну, в общем, в этом году мне нужно, в 20-м ее закончить, чтобы уже до Рождества она висела у нас дома на стене, вот мы и перебрали с вами все мои вышивальные процессы, да, вроде бы и масштаб бедствия такой, знаете, не маленький, да, ну, вроде бы и не настолько много, как могло бы быть, но в планах, естественно, сокращать свои процессы, мне даже не потому, что они меня напрягают, мне просто уже негде их хранить, мне нужны мои новые косметичечки, мешочечки, коробочки, для того, чтобы складывать новые процессы, для этого нужно закончить старые, вот, на этом все, спасибо большое, что вы были со мной в этом видео, может, вы для себя открыли какие-то новые процессы, и немножечко повышевали под мою болтовню, всем спасибо, до новых встреч в моих новых видео, всем пока-пока!